ДНК Многие из школьного курса биологии слышали, что ДНК это нечто в форме спирали, в которую закручены две нити. И независимо от отметки в школе на ум сразу приходит слово «ген». ДНК это молекула, которая содержит генетические инструкции и во многом определяет, как мы выглядим. 99,9% нашего наследственного кода идентичны к коду других людей. Но именно оставшиеся 0,1% выделяют нас как индивидуумов. Они-то и выявляются благодаря такой процедуре, как ДНК профилирование или генетический аналог отпечатков пальцев человека. Раньше криминалистов напрямую ассоциировали с дактилоскопией, криминалистической дактилоскопией отпечатки пальцев. В настоящее время это место занимает, отвоевывает именно генетическая идентификация. ДНК профиль как то, что является основой в решении целого ряда криминалистических задач. Помимо генетической идентификации, есть судебная генеалогия. Направление очень близкое, тоже основывается на ДНК профиле, но направление поиска более широкое. Речь идет о возможных предках, когда не указывается прямо человек, но указывается некая группа. В ДНК профиле заключена информация о тех участках генома, которые строго индивидуальны для каждого человека. В процессе развития науки о генах и наследственности генетики и ученые пришли к выводу, что каждый человек имеет в своем геноме участки, которые никогда не встретятся у другого человека и не меняются с возрастом. В России ДНК профилирование появилось в 1991 году, но поначалу использовалось только ФСБ и Российским федеральным центром судебно-медицинской экспертизы. На демократизацию технологий ушло несколько лет, и уже к 2000-м годам результаты ДНК-тестов стали более точными, быстрыми и доступными, что привело к их широкому использованию. В истории правосудия уже есть прецеденты, когда были выявлены ошибки, вот когда только-только этот метод сформировался. Проводились исследования, как выяснилось, некоторые требования не соблюдались, то, что сейчас уже есть. Процедура была не до конца отработана. Есть и человеческий фактор, есть и фактор, который мы относим к техническим, технологическим. Но если вся процедура соблюдается полностью, если действительно все сделано так, как предполагает методика проведения молекулярно-генетической экспертизы, то все признают 99,9%. ДНК-профилирование наиболее распространено в криминалистике. Один из часто используемых методов в идентификации личности, когда генетическую информацию можно сравнить с образцами подозреваемых. Также, если произошла несчастная ситуация, в результате которой тело жертвы не может быть идентифицировано, генетический материал может быть использован для установления личности умершего. Нередко при помощи данной методики невиновные люди, которые были ложно обвинены в совершении преступлений, могут быть оправданы. Начало 20-х годов судебная генеалогия позволила установить личности жертв неопознанных, то есть жертв преступлений, опять же с сужением круга, лиц, которые, возможно, имеют отношение какие-то родственные связи с погибшими. У нас это тоже понемногу практикуется, и тоже в Российской Федерации результаты определенные в этом направлении есть. Еще одно направление, связанное ДНК-профилем, это ДНК-фенотипология. Речь идет о попытках вывести из ДНК-профиля внешность, элементы внешности, физические параметры человека, который оставил свой биологический материал на месте преступления. Это может быть цвет волос, цвет глаз, другие физические параметры, что позволяет, опять же, сузить круг подозреваемых, и прецеденты такие есть. Процесс профилирования ДНК включает в себя шесть основных этапов. Начинается все со сбора образцов от исследуемого лица или с места преступления, образцы которых могут быть взяты из крови, слюны, волос и других биологических материалов. После извлечения получается чистая ДНК, готовая для анализа, на этапе которого происходит сравнение уникальных участков разных образцов. Специалисты ищут так называемые микросателлиты, которые имеют высокую изменчивость и способствуют идентификации индивида. На основе результатов анализа формируется уникальный профиль ДНК исследуемого лица, который впоследствии сравнивается для установления связей. Когда мы говорим о ДНК-профиле, естественно, можно говорить и нужно говорить о биологах, о специалистах в этой области, о специалистах, которые собирают биологические следы, следы биологического происхождения на месте происшествия, и, естественно, работают с ними уже в экспертных учреждениях. Все, что связано с генетической идентификацией, это соответствующее оборудование, это соответствующие реактивы, это очень непростая процедура. Но, во всяком случае, то, что они делают сейчас в интересах расследования, в интересах установления истины по уголовным делам, трудно переоценить. Поэтому мы говорим о связке, следователь, специалист, эксперт, эксперт, который может проводить молекулярно-генетическую экспертизу и другие генетические исследования. Некоторые люди могут сомневаться в достоверности процедуры, однако в науке неизвестны более точные методы, чем генетический тест. Не точной может быть только расшифровка его результатов, достоверность которых зависит от многих факторов, начиная с качества взятых образцов. Генетическая экспертиза очень чувствительна, поэтому необходимо соблюдать чистоту образца с момента забора до момента анализа в лаборатории. Для того, чтобы получить точные и надежные результаты, один и тот же генетический тест исследуют две независимые группы для исключения возможных ошибок по форс-мажорным обстоятельствам. Есть такой термин «смешанный ДНК», когда в одном условно следе может быть несколько ДНК, но это уже вопрос к эксперту. Здесь уже он будет решать эту задачу, насколько она вообще решаема, какие именно процедуры должны здесь быть. Но по сравнению с тем, что было вначале, вспоминаем профессора Джеффриса, и то, что сейчас это действительно очень большой шаг вперед, когда работает с тем, что раньше оказалось невозможным для использования в решении криминалистических задач. В настоящее время ДНК-профилирование широко используется не только в криминалистике, но и в медицине. Там оно применяется для диагностики генетических заболеваний, определения наследственного риска развития различных осложнений, а также для идентификации генетических паттернов, связанных с различными патологиями. ДНК-профиль также используется для установления родственных связей, тестирования отцовства, материнства и родственных отношений. Поэтому экспертиза имеет широкий спектр применений не только в криминалистике, но и за ее пределами, являясь мощным инструментом для многих областей науки. Ирина Алтухова, Кристина Отекина, Универ Новости.